здравствуйте другие и не другие продолжаю вас знакомить с замечательными брендами которых вы могли раньше не знать сегодня тоже в нашей подборке четыре итальянских бренда в среднем а для кого-то высоком а для кого-то низком ценовом сегменте судите сами дорого-то или дешево расскажу свое впечатление что производят эти марки и клиентам которых мне посчастливилось или не посчастливилось быть следующий бренд называется гатридж год основания 1878 об этом бренде я узнал случайно увидев на улице своего друга мы стояли лицом к лицу оба в двубортных темно-синих пальто я спросил у него говорю где ты такое классное пальто купил и самое главное сколько это стоит когда он сказал мне цифру я сразу записал адрес потому что она выглядит практически так же как моё но было на один нолик дешевле поэтому следующий раз когда вы будете за границей марка итальянская локальная продается только в больших итальянских городах я видел магазины в милане увидела флоренции и по-моему даже он есть неаполе поэтому когда будете обязательно загляните очень красивый магазин во флоренции по моему их там даже два для сравнения цены костюм 300 евро по-моему самый дорогой вариант у них стоит 300 евро сейчас сайт есть сайт только на итальянском языке даже нету английского текста можете посмотреть там в принципе все понятно интуитивно также нету обуви есть такая вероятность что все что вы видите в магазинах гатриджа но все произведено на собственном производстве раз ребята не продают total look у них есть трикотаж и у них есть рубашки трикотаж из стопроцентного кашемира стоит 160 евро со скидкой 99 евро скидки у них бывают регулярно два раза в сезон поэтому попадайте на это время рубашки стоят 40 евро не могу сказать что они супер высокого качества но все актуальные расцветки и ткани ткани достойная особое внимание обратите на верхнюю одежду пальто действительно супер также есть аксессуары типа шарфы шапки и прочее 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 есть интересные подтяжки недавно кто-то писал в комментариях о подтяжках вот у бренда гатридж они достойного качества следующий бренд он порядком подороже называется сортарье росси у них несколько магазинов в италии сайт тоже только на итальянском я смотрю что есть бутик в москве и есть бутик в лондоне все остальные находятся на территории италии в милане их основной магазин находится прямо возле площади дома и во флоренции кстати тоже их бутик находится совсем недалеко от санта мария дель фьор и когда будете в этих городах обязательно загляните очень интересный крой всегда какие-то широкие лацканы выглядит это все классическим образом но довольно современно все марки которые я привожу в своем обзоре все они делают костюмы на эти костюмы для молодых людей выглядит они довольно интересно и такие костюмы можно носить даже с какой-то полу спортивной обуви с кроссовками напоминает традиционные южные южно итальянские костюмы хотя марка сама из тосканы это флорентийский регион из маленького городка у них кстати при фабрике есть factory outlet можно обратиться туда я думаю что цены там будут где-то в половину от стоимости всю логистику вы экономите покупаете прямо там сайт тоже только на итальянском нет английского текста это локальный бренд они еще не дошли до того чтобы перевести сайт на наши языки для сравнения костюм тройка стоит где-то полторы тысячи евро костюм двойка 1300 евро кашемировый свитер стоит 200 евро рубашки 125 250 евро считаю что рубашки довольно дорогие и но вот костюмы и пиджаки я держал их в руках видел чупал качество сделаны очень хорошо очень достойно ручной работы в отделке нету но машинная сделана на высоком уровне и метров с 3-4 очень сложно отличить от неаполитанцев и чем-то мне даже это напоминает том ford большими лацканами два производителя которых я хочу рассказать недавно появившийся бренд под названием и лэвенти я не знаю какое отношение они имеют к брунелло кучинели но весь дизайн все фактуры мне кажется что это такой студенческий вариант брунелло кучинели потому что крой ткани детали все сделано по образу и подобию кучинели который сейчас является одним из лидеров рынка люксовой одежды в стиле casual брюки обувь дубленки шарфы все что вы видите у кучинели можно найти в бренде и лэвенти понятное дело что качество совершенно другого уровня но и цена раза в три ниже мне нравится то как ребята себя позиционируют я подозреваю что дедушка брунелло там тоже вдоль иначе судовых исков было бы очень сложно избежать этот пиджак это тоже и лэвенти ношу его два сезона очень доволен с одной стороны ничего особенного но удобный крой выглядит современно в общем кайфую и лэвенти сейчас появился на территории снг его как раз продают те операторы которые обычно работают с более дорогим сегментом поскольку экономика нынче не растет держится на на том же уровне может быть даже падает те потребители которые обычно тратили большие деньги сейчас экономят все мы об этом знаем поэтому если миксовать и лэвенти вместе с брунелло получается отличный total look единственное что ценник заряжают очень высокий и если сравнить цену в европе и цену на территории снг нужно быть внимательным потому что бренд новый не все его еще знают смотрят сделано классно так что лучше покупайте за границей следующий бренд на который стоит обратить внимание это неаполитанцы барба ребята которые родились с иголкой в руках и они являются представителями южно итальянских традиций этот бренд можно назвать с артериальным положа руку на сердце и это такой переходной вариант от всего того что было названо ранее высшую лигу неаполитанских костюмов но самое интересное это позиционирование барба на рынке сейчас вообще изначально когда все начиналось это 1988 год бренд довольно молодой по сравнению с другими неаполитанцами история которых насчитывает 50 60 70 лет барба это изначально классные крутые рубашечники у них была фабрика ну и она есть которая отшивала рубашки там было всего 200 человек которые кроме рубашек ничего не производили и владелец марки его зовут рафаэля барба эта фамилия кстати барба это в переводе из итальянского борда есть одна забавная история про то как рафаэля приехал по моему это было вероник владельцу одного из больших магазинов и предложил ему свои рубашки и он говорит я буду их продавать если ты поменяешь название как поменять название то самое святое это фамилия моей моей семьи и отказал ему не отгрузил рубашек но сейчас в этом магазине все равно продаются рубашки под именем барба и продаются лучше всего лучше чем все остальное также более случая барба попали в японию на выставке во флоренции один японец разглядел в них потенциал и сейчас по всей японии представлена продукция барба в разных магазинах мульти брендовых несколько лет тому назад барба очень сильно расширили свой ассортимент и у них сейчас есть и пиджаки и костюмы трикотаж практически весь тотал лук можно купить в одном месте эти пиджаки традиционного неаполитанского кроя с мягким плечом с ручными деталями петли изготовлены вручную и здесь на шлице рукава и фронтально все сделано руками если говорить о ценах костюмы барба начинается от 800 евро всего-то для сравнения костюмы китон начинаются трех с половиной тысяч евро несколько понятное дело там есть отличие по тканям но все же пошив довольно похожими канонами сделан сорочки стоят в районе 150 250 евро трикотаж тоже где-то в районе двухста евро но это все высокий довольно уровень если говорить о качестве из дорогих брендов высшей лиги я рекомендую обратить внимание именно на бренд барба это была селекция возможно неизвестных вам доселе брендов вы можете их продегустировать что-то попробовать рекомендую миксовать одно с другим и мне очень нравится когда в одном образе сочетаются дорогие вещи и не дорогие так чтобы это было непонятно экспериментируйте пробуйте ведь выглядеть круто можно на любой бюджет жду ваших комментариев и увидимся в следующих роликах